Привет всем, Cyberpunk перенесли, но мерч по этой игре никто переносить не собирается. А зачем? Если предзаказы стартовали еще в прошлом году, то и мерч можно тоже заранее продавать. Представляю вашему вниманию лимитированную серию игровых наушников SteelSeries Artis 1 Cyberpunk 2077 Edition. Сразу скажу, что ничем кроме дизайна эти наушники от обычной версии не отличаются. Таких в Украине будет около 500 штук и стоят они как раз на 500 гривен дороже, чем обычная версия. Это где-то долларов на 20 больше. Я бы не сказал, что мне нравятся, как наушники эти выглядят. И вообще, я наверное сейчас скажу непопулярную вещь, но мне кроме куртки, которую выдавали журналистам на E3 в прошлом году, ничего из киберпанковского мерча не заходит. Эти наушники вначале вроде как мне зашли, но потом я присмотрелся ближе и не очень. Но дизайн это вещь индивидуальная и если ждешь игру, хочешь пройти ее в лимитированных наушниках, да пожалуйста, я всеми руками за. Тем более, что это не единственные наушники из всей линейки по киберпанку от SteelStyle. У них есть еще несколько разных. Сама идея сделать разные элементы в стиле дополнительных улучшений вашего организма с инструкцией к применению, это круто. Типа вот левое ухо, вот правое, микрофон вставлять вот сюда. Как будто ты купил себе апгрейд и на нем есть инструкция. Вот это мне нравится. Просто для меня это как-то по-детски смотрится, но еще раз повторюсь, каждому свое. Так как у меня не было обычных Arctis 1 на обзоре, то вообще расскажу вам, что это за наушники. Это довольно компактные, легкие наушники. И если не считать расцветку киберпанка, то выглядят они просто. Сделаны из хорошего пластика с металлической пластиной внутри. Пластик не маркий, то есть пачкаться практически не будет. Чаши поворотные и когда вы снимаете наушники, они нормально могут лежать у вас на шее. Амбушюры тканевые, ткань в сеточку, так что ваши уши могут дышать даже в такую жару, как сейчас. Конечно, это не значит, что они там в прохладе, но лучше, чем в кожаных амбушюрах это точно. Сидят неплохо, но сами чаши мелкие, немного давят на уши и через часа три уже не очень комфортно. Но в остальном удобно, наушники легкие, примерно 260 грамм и на макушку вам ничего не давит. Одна из самых крутых фишек этих наушников в том, что они могут подключаться практически к любым устройствам. Это и ПК, и PlayStation, и Xbox, и Nintendo Switch, и даже смартфон. И казалось бы, что тут удивительного, ну подумаешь, наушники могут ко всему подключаться. Да, но ко всему, кроме Xbox, эти наушники могут подключаться в беспроводном режиме. В комплекте есть обычный провод с миниджеком для аналогового подключения и есть USB-донгл. Притом видите, что это USB-C. Переходник на USB-A тоже есть. Получается, что к ПК можно подключить, в моем случае даже переходник не нужен. К PS4 тоже можно, к Xbox только по проводу к геймпаду и к смартфону, если есть в нем USB-C разъем. Со смартфоном вообще прикольно, потому что если вы мобильный геймер, то вот вам игровая гарнитура, где сигнал будет передаваться без задержек, потому что это все идет не по блютузу. Играть в какую-нибудь мобильную папку или мобильную колду, мне кажется, вообще отлично. И донгл рассчитан на то, что ваш смартфон будет в чехле, так что на этот счет не беспокойтесь. Я в каких-то обзорах читал, что сигнал этих наушников нестабилен, то есть, например, если закрыть его руками или если он в кармане под одеждой, то сигнал теряется. Я и руками закрывал, и одеждой накрывал, и уходил в другую комнату, и в коридор за дверь, никаких проблем, все отлично. Включаются наушники вот этой кнопкой, ее сложновато нащупать, и находится она отдельно на правой чаше, специально, чтобы случайно не нажать на нее во время игры, когда отключаешь микрофон, крутишь громкость и так далее. Но это было бы круто, если бы она не выполняла других функций, а так она по нажатию делает паузу и переключает треки, так что можно было бы и получше сделать. На другой чаше кнопка включения микрофона, регулировка громкости и разъемы для зарядки и аналогового подключения. Звук в играх отличный, немного сухой, как по мне, без яркого баса и высоких частот, так что вам ничего не бубнит и не цыкает в уши. Позиционирование отличное, никаких проблем с тем, чтобы обнаружить противника нет. Для игр самое то. С музыкой похуже, как раз не хватает баса и высоких, чтобы она зазвучала ярче, но лично я музыку в наушниках слушаю очень редко, да я и не требователен в этом плане, так что для меня музыкальность этих наушников совсем не главная. Микрофон съемный, если нужно, можете просто убрать его. Если вы хотите играть с ним, то, пожалуйста, он регулируется, как хотите. Я обычно делаю вот так, чтобы не дышать своим тиммейтом в уши, и вам советую делать так же. Это к вопросу, кто-то писал в комментариях мне, почему ты вот так микрофон не делаешь. Потому что дышу, и это никому не надо. Ну и вот так вот он звучит. В принципе, естественно, как я и ожидал, голосу не хватает низких частот, но микрофон похож, в принципе, на тысячи игровых гарнитур, которые примерно в таком сегменте выпускаются. Инфу дать сможете, вас нормально слышно, и, в принципе, что еще от него нужно. Нормальный микрофон, самый обычный. От аккумулятора эти наушники работают 20 часов, по заявлениям производителя, но, конечно, никто никогда точно вам не скажет, сколько они будут держать, потому что все зависит от того, на какой громкости вы играете. У меня они жили примерно 5-6 дней с постоянными каточками где-то с 11 вечера и до 3 часов ночи. Мне кажется, это нормально. Подводя итоги, хочется сказать, что самый главный минус этих наушников, наверное, то, что они не совсем для музыки, но зато для игр самое то. Конечно, я не думаю, что они прям для таких игр, как киберпанк, больше для соревновательных, но все равно они неплохо звучат. Ну и еще круто то, что они очень универсальны и подключаются к любым устройствам и даже к смартфону. Так что я думаю, что большинство геймеров это оценят.